МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации и дежурный средством ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен на территорию Брянской области. Я подумал, ребята, ну ладно, хватит прикидываться. Не должно быть такого. Почему все это происходит? Все делается так, как и запланировал Генеральный штаб. Просто по плану. Вот по графику. Олег, я к тебе хорошо отношусь. Ну, успокойся чуть-чуть. А главное, не играй! Россия взяла Украину, взяла Крым и потеряла всю Украину. Но впереди очень смутные времена. И мы вступили в войну. И если Россия начинала... Все думали, что это вторая армия мира. Оказалось, что не вторая армия мира. И действительно, оказалось, у нас того нет, того нет. Там проблемы, связи нет, беспилотников нет. Погибают люди с обоих сторон. Это все не кончается. Я до сих пор плохо представляю, что мы могли захватить какой-нибудь областной центр. Но это надо кардинально перестроить наши войска. Поэтому, как бы сделать какой-то мощный стратегический прорыв, это вряд ли получится. Я думал, Олег, вы меня уже не шокируете. Нет, все-таки вы способны шокировать вот таким откровением. В игры между российскими силовыми структурами, потому что они между собой договорятся. А те, кто окажутся между ними, могут обратиться в труху, в прах. И, кстати, господину Цареву я бы советовал не привносить в российскую политику вот эти украинские нотки. Вот не надо через губу и хамить всем, кому он считает для себя возможным хамить. Царев наехал на Кадырова, то есть на Кадыровцев. Он заявил, что люди Кадырова, подконтрольные Кадырову, разграбили захваченный Мариуполь. Слышали ли вы о вывозе бойцами именно через Глахвата сельхозтехники с освобожденных территорий? Я слышал о том, что вот эту технику вывозили все, кому не попадя. И выковылить оттуда у кого-то я не могу. А вот назвать огромное количество других подразделений, которые вывозили, могу, если кому-то надо. Да мы тоже в прошлом году видели, как ЛНРовцы, ДНРовцы со своих же вроде как территорий, но не освобожденных, тоже вывозили. Это же не отмаговцы? Ну, в общем. То есть они фактически присвоили себе металлургический комбинат имени Ильича, который когда-то был второй по размеру комбинат в Украине. Царев открыто написал, вообще абсолютно так, я бы сказал, не боясь, да смело написал, что да, кадыровцы разворовывают Мариуполь, они грабят этот завод, распиливают его на металл. Мне уже тогда показалось это довольно странным, даже для Царева, который не очень всегда блистал умом, но он всегда говорил, он всегда допускал такие очень жесткие высказывания. И за эти высказывания ему прилетало. То есть его открыто на канале Соловьева и сам Соловьев и другие ведущие подвергали критике, они на него набрасывались, они называли Царева предателем, они называли его, что он, значит, какой-то двойной агент, что он специально вбрасывает какие-то антироссийские месседжи, что он, возможно, работает на Украину. Я сейчас покажу вам эти фрагменты, вот давайте посмотрим, как это было. Ну слушай, Олег, а что ты разнылся? Ты советы нашей армии даешь? Ты нам сейчас даешь советы про то, что наша армия делает так, что не так, что получается, что не получается. Олег, очнись, а! Кто вы такие? Вот эти все Стрелковы-Гиркины, вот эти Губаревы, Подоляки, вот эти все Монтяны, кто вы такие? Вот эти все, кто в этой сеточке, они все это знают. И вся вот эта патриотическая литературная гопота, пусть внимательно посмотрит. Я бы сейчас им советовал к нотариусу сбегать и на всякий случай распорядиться своим имуществом. В случае, если меня и так далее. Через троеточие там уже все остальное. Потому что начинается зачистка этого пространства. И, кстати, господину Цареву я бы советовал не привносить в российскую политику вот эти украинские нотки. Вот не надо через губу и хамить всем, кому он считает для себя возможным хамить. Господу Цареву, вот выпил, отойди от компьютера, знаете, как раньше говорят, не пиши. Ад сошел на землю, и сатана наслал на нас своих исчадий. Удивительная ведь вещь, на самом деле, произошла. То есть не прошло и десяти лет. Евросоюз, в общем, как бы дал отмашку на ведение... Вот сейчас вы нам разъясните вот эту формулировку, она такая, очень неизуитская. Дал отмашку на начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз. Тут мы возвращаемся в 2014 год, даже в 2013. То есть начало... Нет, почему 15-й? Нет, мы возвращаемся... В 2013-й, ровно на 10 лет назад. 10 лет назад. То есть ведь у них получилось, я правильно понимаю? Ну да. Ну шо, Кацапы, шо у вас теперь с лицом? Ну, да нормально все у нас с лицом. Едем дальше, работаем, улыбаемся и машем. Но безобидность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения. Это на самом деле так, учитывая, что Евросоюз из конструктивной экономической платформы, в качестве какого он создавался, превратился в агрессивного, воинствующего игрока, который уже заявляет о своих амбициях далеко за пределами европейского континента. Мы никогда не возражали и не высказывали какой-то негативной позиции в отношении планов вступления Украины в европейское экономическое сообщество. Никогда. Хотел бы напомнить о событиях прошлого года. Тогда мы говорили нашим партнерам, и американским, и европейским партнерам, что поспешные, закулисные решения, допустим, по ассоциации Украины и ЕС, чреваты серьезными рисками. И прежде всего мы даже о политике ничего не говорили. Мы говорили только об экономике, серьезными рисками в экономике, что подобные явочные шаги затрагивают интересы многих третьих стран, в том числе России, как основного торгового партнера Украины. Мы никогда не возражали и не высказывали какой-то негативной позиции в отношении планов вступления Украины в европейское экономическое сообщество. Никогда. Почему об этом говорю? Потому что при реализации проекта ассоциации с Украиной к нам как бы через задние ворота наши партнеры со своими товарами и услугами заходят, а мы об этом не договаривались. Нас никто об этом не спрашивал. Никогда. Субтитры создавал DimaTorzok